Выставка первых полос комсомольской правды военных лет открылась в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. Экспозиция под названием «Комсомолка» рассказывает, как ковалась Великая Победа. Насчитывает 70 больших копий газетных страниц, иллюстрирующих положение дел в стране и на фронте в годы Великой Отечественной войны. В открытии выставки приняли участие представители общественности, журналисты, ветераны и постоянные читатели комсомолки. Руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин, главный федеральный инспектор региона Андрей Березовский, полномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Открытие экспозиции приурочено к Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года, когда поступило первое сообщение о вероломном нападении Германии на СССР. С этого момента комсомольская правда была на передовой. По поручению главы региона Евгения Куйвышева, руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин поблагодарил организаторов, сказав, что представленные на выставке материалы ещё раз напоминают, чего стоила стране победа. Празднование 70-летия не заканчивается 9 мая. Оно идёт в течение всего года. Будут проходить ряд мероприятий. Его родное из мероприятий – открытие сегодняшней выставки. Хотя, признаюсь честно, я уже смог ознакомиться за ближайшую неделю, пока она формировалась. Руководитель администрации губернатора сказал, что подобные экспозиции – наглядный пример мужества, героизма и храбрости тех, кто сохранил наш мир. Коллекция передовиц, выставленная в резиденции Свердловского губернатора, поистине уникальна. Дело в том, что архив «Комсомольской правды», в котором хранились и памятные военные экземпляры газет, сгорел. Некоторые номера были принесены читателями «Комсомольской правды», некоторые нашли в частных коллекциях. Всего на выставке представлено 70 номеров с 22 июня 1941 по 4 сентября 1945 года. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила важность работы сотрудников «Комсомолки» в воспитании в нашем народе серьёзного отношения к прессе, понимания её значения, формирования общественного сознания. Мы знали Симонова, мы знали эти строчки «Слышишь, как порохом пахнут стали передовые статьи и штыки, и стихи перья штампуют из той же стали, которая завтра пойдёт на штыки». Представители ветеранских организаций, постоянные читатели «Комсомолки» поздравили издание с открытием выставки и пожелали сохранять свой стиль и не терять оптимизм. Нужно отметить, что «Комсомольская правда» – одна из старейших газет России, недавно отметившая своё 90-летие. Первый номер «Комсомолки» вышел 24 мая 1925 года тиражом 31 тысяча экземпляров. В 1990 году разовый тираж газеты составил 21 миллион 900 тысяч экземпляров. И очень бы хотелось, чтобы вот те строчки, которые вели к победе, а безусловно для победы «Комсомольская правда» сделала очень много, и те награды, которые она получила за победу, они заслуженные, чтобы «Комсомолка» оставалась вот таким же рупором для молодых. Газетам Артёмовского городского округа стоит поучиться у своих именитых коллег не только стилю публикаций, но и тому посылу, который в них заключён. В самые тяжёлые времена «Комсомолка» не только поддерживала в своих читателях уверенность в будущем разрешении тех или иных проблем, но и воспитывала в них патриотизм. Некоторые артёмовские печатные органы, наоборот, в нелёгкие для округа времена стараются пользоваться ситуацией, увеличивая покупаемость за счёт негативных материалов, которые зачастую вводят жителей муниципалитета в заблуждение и саботируют работу тех или иных органов. Вопрос о том, что важнее для таких газетчиков, незапятнанная совесть или нажива, остаётся открытым.